Алексей Николаевич, Вашему отделению исполнилось уже официально три года, но на самом деле оно существует гораздо больше. За все эти годы Вы провели огромное количество мероприятий, Вас же знают не только в нашем городе, но и по всей стране. Скажите, пожалуйста, а кто Вам помогает? — Хороший вопрос. Я скажу честно, в сфере нашей деятельности нам часто приходится с той категорией людей встречаться, которые много говорят о любви к воздушным центрам войска, к родине, области, городу. Они могут нас учить, как поступать в той или иной ситуации, но когда заходит речь о совместных наших мероприятиях с ними, они куда-то еще затаялись, еще у них попросить финансовую помощь, это они вообще испаряются. За все эти годы я могу на одной руке своей перечислить, кто нам помогал. И так уж это было много народу. — Ну вот Вы говорите, что можете перечислить по пальцам одной руки всех тех, кто оказывал Вам реальную помощь. Но мы же видим, что на Ваших мероприятиях постоянно принимает участие очень много, в том числе и официальных лиц. Вот скажите, пожалуйста, чем же они Вам помогали? — Мы уважаем людей. Я хочу сказать, что это депутаты областной думы, в лице Гришина Владимира Сергеевича, Шелякина Дмитрия Викторовича, а также предприниматели из города Иваново, Журова Михаила, Веляева Михаила из города Кинишина. — Ну, фактически, получается, Вам помогают только Ваши друзья-десантники. Но финансово, что тут стесняться? — Могу сказать, что нет. У нас, как бы это было ни странно, что у нас получается так, что в основном помогают те люди, которые служили в воздушных центрах в войсках. Вот это странно. Хотя ветераны, которых я знаю, имеют торговые центры, свои предприятия, так уж получилось. Мы подходили к ним один раз, второй раз, когда нам отказывали, конечно, больше не подходили. — Мы знаем, что по Вашей инициативе у нас в области было установлено три памятника десантникам. Вот такой вопрос у меня. А какой самый важный лично для Вас? — Бывает больно и обидно, кого-то помнит, кого-то забывает. В течение трех десятилетий мне всегда хотелось рассказать о тех страшных событиях, которые произошли в то перестроечное время, когда советский солдат встал на защиту мирного населения Республика Закавказья. Мы, солдаты Советской Армии, выполняли свой долг перед Родиной. Нам не давали денежное удовольствие, мы были восемнадцатилетними пацанами. Защищали свой народ от грабежей, убийств. Эвакуировали тысячи жителей нашей страны. Нас кидали кирпичами, бутылками нас убивали. Мы не имеем никаких льгот, хотя получали боевые награды, офицеры получали нечередные звания. Мне хотелось рассказать об этих событиях. И вот этот памятник, который был установлен на территории Д-17-го парашютно-десантного полка, ребятам, которые погибли в республике Азербайджан в 89-м году, мне кажется, и есть символ тех событий, которые произошли в то время. Вы возглавляете Кенешемское отделение Союза десантников с самого момента его основания. Вот скажите, пожалуйста, а что вам дала эта должность, все-таки она так звучит, председатель Кенешемского отделения Союза десантников? Что конкретно вы с этого поимели, скажем так? Могу сказать честно, ничего. Единственное, что я поимел, это потерь на здоровье, нервы. И потерь на финансы благополучной семье. Единственное, что я приобрел, это друзья, это самое, наверное, главное. А больше ничего. То есть все мероприятия вы проводите за свой счет? Да, все мероприятия мы проводим за свой счет. Это сотни мероприятий за эти годы. Мы наградили сотни людей. Я повторяю, сотни людей за свой счет. Мы устраивали концерты в нашем городе. Проводили акции «Служу России» и собирались тысячи, тысячи человек. Мы издавали журналы, книги. Некоторые из апреля находятся в музее воздушно-станных войск. Но вы за свой счет отправляете на лечение больных, вот я знаю, вы помогали, и совершенно посторонним людям попасть в госпиталя, которые реально помогают восстановить здоровье утраченное. Не могли бы вы об этом пару слов сказать? Как вам это удается? Как бы мы много общаемся с людьми, с разными, и с депутатами, и с депутатами государственных, думаю. Пишем письма, просим их. Нам много пишут. Пишут много нам в соцсетях, чтобы помогли. Мы, конечно, в мере своей возможности помогаем. Помогали там ребенку. Я запомнился этот случай. Девушке помогали, которая заболела. Перечислять много. Конечно, своим ребятам помогаем. Еще вот одно из ваших направлений – это работа с молодежью. Вы постоянно, у вас можно видеть в школах, среди разных волонтерских движений. Вы подключаете их к своей работе. То есть, патриотическое воспитание молодежи вы также проводите. Зачем вам вообще вот это вот надо? Что вы ждете от молодежи? Понимаете, хотелось бы, чтобы ребята знали, хотели, знали, что рядом с ним живет ветеран боевых действий, который, например, служил в Чечне, в Афганистане. Они проходят мимо, даже не знают об этом. У нас много говорят по телевизору о других войнах. Но мало говорят о современных. И вот мы рассказываем об этом, чтобы люди знали, уважали их. А так получается, что они забыты. Год назад вы проводили мероприятие, посвященное памяти гибели 8-й парашютной десантной роты. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 30-летию 8-й парашютной десантной роты гибели мы установили памятник вместе с командой полка. Я уже об этом говорил. Нам помогли в этом депутат Шелякин, председатель общественной организации, офицеры России, Алёшин Виктор. Могу сказать и благодарность моему руководителю Ногманову Фарею Мусалимовичу, что поддержал меня, командование полка, с этой инициативой, чтобы помочь провести такое событие. Я знаю, что вы очень часто бываете в 217-м полкового ДВ. Что он для вас значит? 217-й полгода я стал родным, когда я проходил срочную службу. Я, наверное, обязан такому отношению к полку своим командирам Коблова Сергея Алексеевича, Кобазу Геннадий Сергеевич, которые научили меня любить воздушно-десантные войска. Свой батальон, я горжусь, мы, кстати, издали книгу вместе с Евгением Золотовым. Мой третий батальон, где она находится, в музее воздушно-десантных войск в городе Рязани. Мы тесно общаемся с командованием полка, с Андреем Александровичем. Мы провели огромное количество мероприятий для военнослужащих. А скажите, пожалуйста, вот за все эти ваши годы, за все ваши труды, какие награды вы получили? Вот они на стене. Три грамоты за 2017, 2018, 2019 год, за первое место среди всех общественных организаций воздушно-десантных войск. То есть, на федеральном уровне вас знают? Да. А помогают? Мы сами все помогаем. То есть, все не словом, а делом, делаем все сами? Да, мы сделаем все сами. У нас очень сильная Ивановская областная общественная организация. Мы решаем все вопросы сами. И никого не просим денег. Единственное, конечно, бы хотелось, чтобы вы как-то проявили уважение хотя бы нашим делам. Вот и все. Ну, в городе вас знают все и уважают все. что греха таить, я бываю на ваших мероприятиях и вижу, когда вас узнают в лицо о десантнике. Тут недавно мы проводили мероприятие, посвященное Дню защиты детей. И вас уже узнают и улыбаются люди, благодарят. Сам момент, когда мы дарим подарки детям, взрослым, это самый, наверное, лучший момент в нашей организации. Вот мы, наверное, и делаем за этих моментов все наши мероприятия. Я люблю такие мероприятия, святые с награждением. Три года назад мы установили памятник экс-командующим воздушно-десантных войск, герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргилу в городе Кинишино. Я очень горжусь этим, этим гордятся мои ребята у нас в переезде собираться на 2 августа. Конечно, это было трудно, но, как я услышал свой адрес гадости, почему мы ставим памятник десантникам. Было очень тяжело, если честно, выслушать такие оскорбления, комментарии. Но мы сделали, смотря ни на что. Мы установили, смотреть, сколько приходят на 2 августа. Всегда там возлагаются цветы. Я этим горжусь. Благодаря вашей поддержке служба в воздушно-десантных войсках становится популярной среди ребят призывного возраста города Кинишмо. Вот расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые вы проводите, которые помогают людям, молодым людям определиться с выбором, куда идти служить в армию. Нам обращается много молодежи, которые хотят служить в воздушно-десантных войсках. Мы им помогаем, их доводим прямо чуть ли не до двери полка. Они нам потом пишут письма, звонят, говорят, что как устроились. Я этим горд, что, например, 217-й полк мы не один десяток. Ребята отправили на контракт на службу. Они потом приезжают сюда, ребята, которые уже там служат, и вы проводите мероприятие, они сами уже из первых уст рассказывают, как там и чего. Надо сказать, что там уже ситуация поменялась. Вспомните, как вы служили в каких казармах, и как сейчас они служат. Сейчас армия кардинально изменилась с той армией, которой я служил. Сейчас могу сказать откровенно, что кормят солдат в разы лучше, чем во вторе в разы лучше, чем советская армия. Спят они уже не в казармах, а в своих комнатах, где также можно смотреть и телевизор, и приемник. У нас такого не было точно. Другая форма модирования, намного легче, другая техника. Могу сказать, что воздушные самые войска одни из самых боеспособных родов войск нашей современной России. Да и, я думаю, и во всем мире. Да, но вы также проводите много спортивных мероприятий. Мне, наверное, будет трудно назвать все мероприятия, которые вы организовали, но тут просто навскидку это и футбольные матчи, и лыжные гонки, и кроссы, и бег, что там еще? Мы проводим марш, броски, кроссы, лыжные соревнования, футбол. Кстати, для футболистов мы своих шьем форму, также свои собственные деньги. Проводим соревнования в марш-бросов, где собираются спортсмены со всех, могу сказать, ближайших городов нашей России. У нас очень хорошие призы, даже никто получал призы, говорили, что не хуже, чем призы на всероссийских соревнованиях. Также могу сказать, что мы проводим конкурсы рисунков два раза на 23 февраля и на 2 августа, где награждаем не одного, два, три человека карандашами, фломастерами, отдаем все денежные сертификаты на одежду, а остальным 20 человекам мы даем сладкие подарки, хотя участвуют и по 300, и по 350 человек на школу. Вот вопрос такой, несколько нескромный, вы все-таки делаете все за свой счет, деньги выходят, насколько я понимаю, из семьи, а что же надо говорить по этому поводу? Мы всегда созвонимся с руководителем своим, Домануфовом Савельевичем, и смеемся, так говорят свои жены, он говорит, нет, и я не говорю, куда мы тратим деньги. Ну, то есть эту часть интервью мы уже вам не показываем, да? Ну, в принципе, покажите, пора уже вам рассказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!